Хайрликен, добрый день, друзья. Сегодня я хотел бы продолжить нашу рубрику, начатую в прошлом видеоролике об отцах-основателях Татарстана. В прошлом видеоролике мы с вами рассказывали о Саид Галеве, Сахиб Саид Галеве, первом председателе Совета Народных Комиссаров, то есть первым премьер-министре Татарстана. И вот сегодня я хотел бы поговорить о другом отце-основателе Татарстана, о писателе, политическом деятеле, ученом Галимжане Ибрагимове. Ну и еще вкратце в двух словах о концепции вот этих наших видеороликов. Как известно, столетие Татарстана прошло всего несколько лет назад, то есть в 2020 году, но большим упущением я считаю, что когда праздновали столет Татарстана, практически не говорили об его отцах-основателях. И у нас, к сожалению, в Татарстане и вообще у татар, татарского народа нет вот этого культа отцов-основателей, да, то есть мы говорим много о Татарстане, о татарской нации, но вот этого культа отцов-основателей, как, например, из Соединенных Штатах Америки культ отцов-основателей вот этого государства или там в других местах, да, или как вот у некоторых наших соседей то же самое есть, да, у нас этого нет. И вот, учитывая, что сам Татарстан строили несколько человек, было несколько ключевых фигур, вот об этих фигурах, я думаю, нам стоит поговорить в этом и следующих роликах. Но этот видеоролик, как я говорил, будет посвящен Галимжану Ибрагимову. Итак, Галимжан Ибрагимов, он родился 12 марта 1887 года в селе Султан-Муратова, которая находится на сегодняшний день на территории Аургазинского района, республики Башкортостан. Первоначальное образование, как и все люди того времени, как и все представители интегенции, он получил в сельском татарском медресе, а затем в русской начальной школе. После этого он поступает уже в джидидиской, да, то есть новой методной медресы, знаменитые медресы Хусения, которые находятся в городе Оренбурге. И в дни революции 1905-1907 годов, то есть тогда, когда ему, по сути говоря, было 18 лет, скажем так, да, 18-19 лет, он как раз впервые пробует себя в качестве такого политического активиста, политического лидера. И участвует в стачках, которые организовали его однокурсники, да, его соратники из медресе Хусения, где он обучался. После этого он изгоняется из этого медреса, да, за такую, скажем так, политическую неблагонадежность. Вот после того, как он был изгон как раз из медреса Хусения, он пробует себя впервые в качестве писателя и пишет свой первый известный, знаменитый рассказ и знания Заки Шакирда из медреса. То есть это фактически было автобиографическое произведение, которое он писал про фактически свою судьбу, наверное, да, и в некоторой степени про свои мытарства в этом медресе Хусения. После этого он поступает уже в медресе Галия в Уфе, то есть как гораздо ближе к дому, где обучается с 1906 по 1908 году. Здесь он также был изгнан, но уже не по политическим причинам, а за свое несогласие с системой преподавания в данном новометодистском медресе Галия. В 1909 году он уже переезжает в Казань. Здесь в 1912 году, то есть живя в Казани, он публикует свое первое крупное произведение «Яш Юреклер. Молодые сердца», которое как раз сделало из него знаменитого писателя и принесло ему всемирную популярность. Как политический деятель, как общественный в начале 20 века Галимжан Ибрагимов, конечно же, остался нам как один из лидеров так называемого татаризма. То есть он был после, наверное, Шагабудина-Маржани одним из самых главных продвигателей, хедлайнеров такого течения, людей, которые продвигали именно этот этноним татары. То есть, как мы знаем, в конце 19-го, начале 20-го века строилась буржуазная татарская нация. И как у всех народов во время нациостроительства вместе с процессом самого нациостроительства выбиралось и название, исходя из исторических, культурных предпосылок. И вот как раз, когда наши предки окончательно переходили к вот этому всем известному самоназванию татары, одним из продвигателей вот этого течения как раз и был наш герой Галимжан Ибрагимов. Причем он активизирует вот этот термин не только в научном плане, как, допустим, Шагабудин-Маржани, таком просветительском, но и в политическом плане. Здесь, кстати говоря, с этим, говоря об этом, стоит упоминуть об одном очень интересном факте. В те же годы, в начале 20-го века, в Казани обучался известный общественный политический деятель, да, отец-основатель республики Башкорстан Ахмедзаки Валиди. И как раз, обучаясь в медресе Мухаммадия, он пишет свой первый труд, историю, скажем так, по истории татарского народа, по истории тюркских народов. И выбирая, скажем так, название вот этого своего первого труда, он как раз советовался с Галимжаном Ибрагимовым. По совету, скажем так, Галимжану Ибрагимову, он выбирает название своего первого произведения, назвал его так. История тюрков и татар. В общем, вот такое вот интересное название. В дальнейшем Галимжан Ибрагимов активно использует вот этот этноним татар в любых своих, скажем так, научных, либо политических трудах. То есть он в 1911 году пишет учебник по татарской грамматике, в 1916 году пишет книгу по теории литературы и в 1918 году пишет методику по преподаванию родного языка. Это были именно первые учебники по современному татарскому языку. И именно в этих книгах уже была заложена на научном базе, на научном уровне база, вся грамматическая и филологическая база современного татарского языка. То есть очень важный момент. Если большинство народов, проживающих в Российской империи позднее, которые были включены в состав Советского государства и современной Российской Федерации, они получили современные литературные языки вместе с их грамматикой, всем остальным в 20-е и 30-е годы. То есть после того, как советская власть создала для этих народов автономии, республики, то татары, будущие, оформившись как буржуазная политическая нация еще уже к началу 20-го века, они имели свой собственный литературный язык и его именно грамматическую базу, этого современного литературного татарского языка, который мы сегодня используем, заложил именно Галимжан Ибрагимов. То есть не советская власть, а еще вот этот наш герой. В 1912 году из-за идеологических разногласий с частью, скажем так, так называемой старой татарской интеллигенции он уезжает из Казани и переезжает в славный город Киев. Здесь он вместе с группой своих единомышленников и числа местных студентов татар предпринимает впервые, подчеркну впервые, попытку создания татарской национальной политической партии. На жизнь он зарабатывает тем, что, выражаясь современным языком, был репетитором у богатых татар, которые проживали в Киеве, то есть обучал их детей. Но параллельно как раз он занимается попыткой строительства татарской политической нации. Это была именно первая попытка татарской политической нации. Почему в татарской политической партии? Почему? Потому что в начале 20 века была партия Тифак Аль-Муслими, но это была скорее общая мусульманская партия, хотя ее создавали именно предки современных татар и азербайджанцев. Но тем не менее это была именно политическая партия для всех мусульманских народов Российской империи. Ибрагим уже, будучи именно таким татарским национальным лидером, который пытался построить именно современную нацию на этнических, на этнонациональных началах, он пытался именно обосновать необходимость именно татарской национальной партии. Однако в 1913 году на первом съезде, которое было проведено подпольным образом в том же городе Киев, их накрыла полиция. После этого многих участников арестовали, в том числе Галимжана Ибрагима. Он несколько месяцев провел в тюрьме, но его, как и других участников вот этого подпольного собрания, затем отпустили, учитывая то, что серьезных оснований обвинять их в чем-либо не было. Но, тем не менее, он попал, скажем так, выражаясь современным языком, под карандаш, то есть под наблюдение полиции, и поэтому был вынужден уехать из Киева. И после этого он возвращается в Уфу. Здесь уже был период так называемой деполитизации, да, то есть были разогнаны Первые Государственные думы, был период реакции так называемой, да, то есть уже политикой заниматься было невозможно. И после событий в Киеве Галимжан Ибрагимов это окончательно понял, плюс уже начиналась Первая мировая война, и он ударяется уже чисто в научную такую и образовательную деятельность, да, то есть в это время он как раз пишет свои книги по учебнике по грамматике татарского языка, о которых я говорил чуть ранее. Плюс он становится по возвращению в Уфу фактически заведующим учебной частью в своем альма-матре, да, то есть медресе Галия. Здесь, как я говорил, он именно занимается уже непосредственно научно-педагогической деятельностью. Медресе Галия в этот момент, уже в начале 20 века, и особенно в период тогда, когда здесь работал Галимжан Ибрагимов, становится некой такой кузницей кадров не только для татарской национальной интеллигенции, но и для части будущей казахской национальной интеллигенции, и для части будущей башкирской национальной интеллигенции, да, то есть это была такая очень важная, важный центр, да, То есть, как и все новометодистские медресе, он был не просто таким, скорее даже не религиозным учебным заведением, а светским учебным заведением, где выковывались будущие национальные кадры. Смотря, скажем так, некоторые документы того времени, я смею предположить, что Галимжан Ибрагимов все же в эти годы не перестает заниматься и такой полуподпольной, скажем так, скорее, если не политической, то идеологической работой, да. По крайней мере, вот по воспоминаниям другого отца-основателя, Мирсавида Султангалеева, он, допустим, пишет, что в те годы, которые так же жил в Уфе, он говорит о том, что состоял в кружке татарских левых эсеров, а учитывая, что сам Галимжан Ибрагимов был левым эсером и имел самое прямое отношение, состоял в дружеских отношениях на тот момент с Султангалеевым, мы можем предположить, что Галимжан Ибрагимов как раз и был руководителем того самого татарского левоэсеровского подпольной организации в те годы, да, но только в отличие, допустим, от Киева, конечно же, он здесь уже был более осторожен, поэтому прямых политических акций, действий они на тот момент не предполагали. После февральской революции 1917 года, когда происходит демократизация политической и общественной жизни в стране, Галимжан Ибрагимов здесь в Уфе вместе с Сайфи и Файзи начинает издавать газету Ирек, да, «Свобода». А потом уже с сентября 1917 года на ее базе, то есть на базе газеты Ирек, начинается издаваться другая, уже левоэсеровская, другая левоэсеровская татарская газета «Без ниньюл» «Наш путь». Позднее, скажем так, вот эта газета «Без ниньюл» «Наш путь» 1922 года начинает уже издаваться позднее в Казани, в формате такого общественно-политического литературного журнала, который мы больше на сегодняшний день знаем, как журнал «Козан Утлара». В том же 1917 году Ибрагимов становится лидером и создателем отдельной партии татарских левоэсеров. И да, вспоминаем, да, то, что до революции уже существовала уфимская организация вот этих-то левоэсеров подпольной. Наличие собственной партии, а также наличие собственного печатного органа «Без ниньюл» способствовало тому, что он как раз становится такой заметной фигурой, да, на тот момент достаточно пестром политическом поле татарских лидеров того времени. Здесь также стоит упомянуть один важный момент. Вот прочитывая литературу, которую вы можете найти в интернете или в научной сфере, вы всегда наталкиваетесь на такой термин, да, связанный с деятельностью Ибрагимова, партии татаро-башкирских левоэсеров. Я вот никак, я сам тоже, честно говоря, употреблял раньше это наименование, и все не мог понять, где же это, где же начало, скажем так, вот этого термин. Но затем, просматривая источники, то есть в первую очередь статьи самого Галимжана Ибрагимова, потом газету, скажем так, отрывки из вот этой газеты «Без ниньюл», просматривая какие-то программные документы вот этой партии татарских левоэсеров, я с удивлением для себя обнаружу, что никакого термина «татаро-башкирские левоэсеры» не существовало. Там везде пишется «татарская политическая партия левых эсеров». То есть слово «башкирская» она появилась через дефис, да, то есть только в позднее советское время, и никакого отношения, на самом деле, к исторической действительности того времени не имеет. Поэтому я тоже в будущем попросил бы на Индуслар и вас, и своих научных коллег все-таки придерживаться истины, да, и упоминать, именно употреблять термин именно «партия татарских левоэсеров», как она была и в оригинале, и в своих программных документах. Во время вот в 17-м году, как мы помним, состоялись первый и второй мусульманский съезд, и как раз Галимжан Ибрагимов, помимо вот этой идеологии, да, построения татарской политической нации, идеологии татаризма, он фактически становится таким идеологом одной из двух фракций, которые существовали на тот момент татарского национального движения, а именно фракции Туфракшелар, да, или территориалистов. Им противостояла фракция чуркистов, да, Туфракшелар, территориалисты, как раз они выступали за создание территориальной автономии, да, в том числе вот этого знаменитого штата Идаль-Урал, а чуркисты, их лидером был фактически Садри Максуди, Гайзасхаки, они выступали за национально-культурную автономию. Так вот, Галимжан Ибрагимов был фактически идеологом Туфракшелар, да, таким, неформально, потому что как раз на самом первом мусульманском съезде в мае 17-го года в Москве, он как раз выдвинул теорию о том, что, идею о том, что мусульманские народы на территории Российской империи должны образовать пять штатов, и один из этих штатов, та территориальный, один из этих штатов как раз должен был быть штат Идаль-Урал. Ну, помимо штата Идаль-Урал, это штат Туркестан, штат Кавказ, Крым и Казахстан, насколько я помню. И вот один из этих пяти штатов, это должен был быть штат Идаль-Урал. Реализация вот этого проекта, штата Идаль-Урал, для него становится фактически главной идеей, он эту идеологию, эту идею продвигается на страницах своей газеты, «Без нынью», да, «Наш путь». И как раз вот позднее для реализации вот этого проекта, как уже в период заседания татарского национального парламента, Милишура в конце 1917 года, который заседал в городе Уфе, избирается коллегией из восьми человек. И как раз в этой коллегии из восьми человек как раз и состоял наш герой Галимжан Ибрагимов. Также вот благодаря вот своей работе, которую он вел фактически еще до революции, февральской революции 1917 года, он вот в 1917 году фактически становится таким неформальным, я бы сказал, теневым руководителем, да, лидером не только татарских левых эсеров, татарских социалистов в Уфимской губернии, но и поставит под свой фактически контроль структуры всего татарского национального управления, которое было в Уфимской губернии. Это Уфимское отделение Хармишура военного совета, левое крыло, то есть фракцию, другая татарская организация Милишура, и также фактически поставил под свой контроль Совет крестьян и отделы мусульманского просвещения в уездах Уфимской губернии. То есть, как мы помним, Галия, Медреса Галия была кузницей национальных кадров, национальной интеллигенции, оттуда выходили те люди, которые впозднее возвращали к себе в село, работали там на различных должностях в качестве учителей, работников вот этих отделов местного самоуправления. Естественно, будучи под идеологическим влиянием своего наставника Галимжана Ибрагимова, они, конечно же, были в некой связке. Поэтому понимаем, да, то, что Ибрагимов оказался в нужное время вот в этом Медресе Галия и долгие годы там преподавал, это как раз сыграло положительную роль того, что он стал фактически таким неформальным лидером, наверное, всех мусульман, и особенно татарских мусульман Уфимской губернии. Еще тут интересный момент. Как я сказал, Уфимское отделение Харбишуров было фактически тоже подчинялось Галимжану Ибрагимову, и во многом вот эти Харбишуров, то есть полки Харбишуров были единственной военной силой на тот момент, на конец 1917 года в Уфе. И во многом из-за этого, кстати говоря, в отличие от Москвы и даже в отличие, кстати говоря, от Казани, революция 7 ноября, то есть октябрьская революция 1917 года в Уфе прошла без единого выстрела, без сучка и задорника. То есть здесь тоже мы можем предположить очень высокую роль в этом, скажем так, как успешном проведении Октябрьской революции в Уфе, именно Галимжан Ибрагимов, который как раз контролировал главные фактически воинские формирования, идеологически контролировал, находящиеся в городе Уфе. На выборах учрительное собрание в конце 1917 года список татарских левых эсеров как раз возглавлял сам Ибрагимов, и он завоевал 5 из 6 мандатов от мусульман Уфимской губернии. То есть, еще раз подчеркнем, от мусульман Уфимской губернии в учрительное собрание, которое собиралось на тот момент в столице нашей страны, было избрано 6 делегатов. И вот так вот из 6 делегатов, 5 делегатов, они были представляли партию татарских левых эсеров. То есть мы тоже можем на этом основании говорить о высоком влиянии, идеологическом, политическом влиянии именно татарских левых эсеров среди всех мусульман, то есть как татар, так и башкир на территории Уфимской губернии. Таким образом, Галимжан Ибрагимов вот эту борьбу за умонастроение мусульманскому населению Уфимской губернии, безусловно, выигрывал. После разгона учрительного собрания, он наряду с Мулануром Ахитом становится организатором комиссариата по делам мусульман внутренней России. То есть это фактически отдел, который заведовал мусульманским вопросом в министерстве, ну в комиссариате, да, по делам национальности того времени. Несмотря на то, что Мили Меджлиз и Харби Шуро были разогнаны в начале 18-го года, вот эти идеи, которые фактически продвигал Галимжан Ибрагимов, они автоматически перекочевали в программу татаро-башкирской республики, которая как раз, эту программу, которая как раз организовала вот этот комиссариат по делам мусульман внутренней России, да, где заседал Галимжан Ибрагимов, это уже в Москве. Это положение также нашло отражение в том смысле, что в столице татаро-башкирской республики как раз тоже предполагалось сделать тоже город Уфу, да, потому что город Уфа на конец 17-го, начало 18-го года это было фактически столицей татарского мира, даже более, игравшей даже гораздо большую роль, наверное, да, в истории татарского народа на тот момент, на некоторый короткий момент, нежели даже город Казань. Но все эти планы, конечно, по татаро-башкирской республике и все остальные, они, к сожалению, не были претворены в жизнь в силу ряда обстоятельств, о которых стоит поговорить отдельно, и в конечном итоге вот это многие положения их перекочевали уже в программу создания современного Татарстана, который мы получили в 1920 году, то есть фактически вот эта идеологическая цепочка, программная цепочка, да, которую заложил и Галимжан Ибрагимов еще в начале 17-го года, да, с фракции Туфрахчалар об учреждении пяти штатов, и одного из них штаты Даль-Урал, она постепенно эволюционировала как раз вот в силу ряда политических обстоятельств в идею создания современного Татарстана. В годы гражданской войны Галимжан Ибрагимов тоже не сидел сложа руки, он организовал, скажем так, как настоящий, наверное, Штирлиц, да, своего времени такой, как агент, вылазку в тыл Колчака под видом кучера, да, то есть одевшись в одежду кучера в 1919 году, он проехался в Сибирь, в первую очередь по местам компактного проживания татар местных и так далее, да, плюс туда, конечно, огромное количество ушла татарская буржуазная, скажем так, элита, которая была не согласна советской власти, и как раз вот разведал, скажем так, многие данные, которые были, и стоит упомянуть, что был тоже на волосок от смерти, когда его чуть не узнал один из его ближайших, скажем так, оппонентов, да, политических того времени, который был как раз вот в этой колчаковской части, скажем так, Сибири того времени. Это был такой дерзкий переход за линию фронта. Несмотря на попытки Галимжана Ибрагимова создать татары Башкирскую республику, а потом создать такой большой Татарстан, да, в 1920 году оставить интересы родных ему уфимских татар, это ему, к сожалению, не удалось. И в 1922 году эти территории уфимской губернии были директивно присоединены к Башкатстану. Стоит упомянуть, что Галимжан Ибрагимов был лидером так называемой уже в советский период группой левых, а о них тоже стоит поговорить отдельно. И в 1922 году уже тогда, когда Сталин, по сути, с приказа Сталина было подписано вот этот приказ о присоединении, директивном присоединении в нарушении, фактически, декрета об образовании Татарстана, директивном присоединении имбирской и билибейской уезда Кухинской губернии, он это уже как бы постфактум поддержал, открыто не выступив этого, но и фактически еще поддержав, сказав, что в принципе ничего страшного не произойдет и мотивировал это тем, кстати говоря, стоит упомянуть отдельно, что все равно в любом случае для Башкатстана, такого даже объединенного, большого, да, Башкатстана, литературным языком, то есть официальным языком останется татарский язык, то есть он исходил из того момента, что татарский литературный язык на тот момент использовали не только татары, но и башкиры, а как мы помним, как раз грамматику этого языка разработал фактически сам Галимжан Ибрагимов, да, и поэтому ничего страшного не будет, будет такая концепция один народ, один язык, две республики, ну он по крайней мере фактически на это надеялся, да, но тем не менее это, как помним, дальнейшая история показала, что это не так, то есть Галимжан Ибрагимов здесь несколько ошибся, да, то есть он недооценив вот этой нациостроительского порыва советской системы, да, которая считала, что раз для отдельного народа строится отдельная автономия республика, будь автономная, либо союзная, то для нее строятся все возможные атрибуты, да, то есть и литературный язык, и отдельная культура, и поэтому раз для башкир создается отдельная республика Башкатстан, то понятное дело, что татарский язык литературный, как, например, там на примере, допустим, Австрии, Германии или Швейцарии, да, где три государства, три народа, но тем не менее один литературный язык, такой вариант в Башкатстане, как и в других местах, не прокатит, но, к сожалению, Ибрагимов, конечно, об этом не подумал. В 25-м году он становится председателем академического центра при наркомате просвещения здесь, в Татарстане, это было неким, такое объединение научное работников, которое на тот момент жили-творили в Казани, да, и это был некий прообраз современной академии наук республики Татарстан, да, то есть, когда мы говорим, что современная академия наук республики Татарстан была создана в начале 90-х, это не совсем правильно, потому что все-таки основы для этого заложил сам Галимжан Ибрагимов. Говоря про вот эти 20-е годы, как я говорил, он был лидером вот этой группы так называемых левых, да, среди татарских коммунистов, большевиков, которая противостояла, то есть, была в такой конкурентной борьбе с так называемыми правыми, лидером которых был Месаид Султангалиев, и вот как раз вот эти левые состояли в основном из бывших левых татарских левых эсеров, плюс части таких татарских коммунистов. И главная как раз тактика была в том, чтобы официально заявляя такую лояльную Москве и вообще советскому правительству позицию борьбы, не знаю, там, со всяким национализмом, да, то есть, в такой из-под тишка, как они считали, именно не выпячивая, не публично продвигать национальные интересы. Но, как мы знаем, к сожалению, этот вариант тоже не удался. В 1927 году он, во многом осознавая ту положение, в котором оказались татары, оказавшиеся за пределами Татарстана, то есть, как мы помним, да, то есть, татары, несмотря на то, что была большая крупная нация, народ, нам отдали очень маленькую куцию по размерам территорию, гораздо меньше, чем у многих других народов, которые меньше были по численности. Он пишет свою знаменитую статью «Татар Мэдринэйты Нинди Юл Блянки Тащак. Каким путем пойдет татарская культура?» За вот эту статью он был снят с поста председателя академического центра с формулировкой «За активную националистическую деятельность». В этой статье, кстати говоря, он подвергает такому критическому анализу и фактически, ну, напрямую об этом не говоря, но осознает свои ошибки, да, о том, что, когда он думал, что раз вот есть единый татарский литературный язык, то он будет также существовать и на территории компактного проживания татар. За пределами Татарстана не будет никаких проблем. Он признает, что проблемы есть. Теперь Татарстан не может никак влиять и отстаивать интересы татар, ну, такие национальные, культурные, языковые татар, оказавшиеся за пределами Татарстана. И теперь он ставит такую, скажем так, проблему, как же решать этот вопрос в рамках существующего советского строя, да, в рамках вот этой концепции национальной по форме, но пролетарской по сути, то есть социалистической по сути культуры, да. То есть он говорит, что, в принципе, есть проблемы, которые очень сложно решать. Ну, и его, в принципе, за это обвинили в национализме. Ну, как мы понимаем, ничего странного в этом нет, потому что уже во второй половине 20-х годов укрепляется сталинизм, в стране Советский Союз возвращается постепенно к этим старым имперским традициям, наверное, да, вот именно в нациостроительстве. И вот Галинжан Ибрагимов, осознавая это, пишет вот эту статью, но за это был фактически таким образом репрессирован, можно сказать, в таком еще более лайтовом, более легком варианте. Затем из-за болезни, развившейся болезни туберкулеза, он переезжает в Крым, в Ялту, где как раз и проводит свои последние годы, да, последние 10 лет своей жизни. В 1937 году, в период Большого террора, несмотря на то, что он уже давно, как бы, отходит от общественной деятельности, да, то есть вот после вот этой статьи, каким пойдет татарская культура, он пишет, занимается только литературной деятельностью, но тем не менее он был арестован уже в Крыму и перевезен в Казань. Официально в этих документах написано то, что он умер здесь уже в Казани, то есть прямо по приезду, ну а многие исследователи, в частности, один из его, скажем так, дальних-дальних потомков, Марат Ибрагимов, да, который в том числе занимался его исследованием, его биографии, да, своего предка, по его мнению, Ибрагимов вообще мог умереть даже по пути из Казани, из Ялты в Казань, но просто местные, скажем так, офицеры НКВД, для того, чтобы не брать на себя ответственность, потому что, как бы, человек же не доехал, да, то есть ему не оказали медицинской помощи, и они как раз скрыли этот момент, и как бы официально было заявлено, что он умер только здесь, в Казани. Место его захоронения также неизвестно, к сожалению, но, тем не менее, предполагается, что как раз он погиб, точнее, был захоронен в одной из вот этих безымянных могил, которые в Казани на тот момент было во многом, во множестве, во многих, во многих местах в столице Татарстана. К сожалению, подводя итог нашему, нашему рассказу, стоит сказать, что имя Галимжана Ибрагимова на долгие годы было забыто, имя его в некоторой степени было реабилитировано только в годы Хрущевской оттепели, и после этого уже, конечно, его изучали в татарских национальных школах, многие знали его произведения, особенно вот это произведение «Алмачуар», по мотивам которого в наше время уже пытаются снять фильмы, но как политика, как общественного деятеля о его деятельности не знали, и в советские годы многие люди не знают, и на сегодняшний день, и я считаю, что эта несправедливость должна быть снята, потому что его заслуги перед татарским народом гораздо больше скорее в общественно-политическом и научном плане, нежели в литературном, и считаю, что это неправильно, и поэтому нужно в первую очередь говорить о нем вначале все-таки как общественно-политическом деятеле, а уже потом как писатель, и он был именно одним из отцов-основателей современного Татарстана, не будь его, не будь его идеей, то, наверное, и история татарского народа пошла бы совершенно по-другому, и не только его история, история, наверное, многих мусульманских народов все-таки, потому что его деятельность, его влияние на умонастроение многих-многих тюркских мусульманских народов того времени сложно переоценить.